Прежде чем мы перейдем сегодня к обзору оперативного совещания в правительстве, я вас немножко заинтригую и заинтригую на тему вот этого наделавшего много шуму сообщения по поводу коэффициентов платежей за отопление. Действительно, в прошлую субботу мы вот эту историю подняли, рассказали, она очень широко разошлась, даже в СМИ ушла. Там действительно были неточности, все это было вызвано тем, что новость пришла, как говорится, с колес, с листа, и мы не имели возможности проверять ее детально и подробно. В конце этого выпуска дождитесь, досмотрите, и я расскажу о том, что же там не так, а что так. Оперативное совещание в правительстве вчера было очень странным с точки зрения его драматургии. Хабиров настолько неистово хвалил тех, кого сразу же потом и ругал, что, в общем-то, Салтыков-Щедрин смущенно отворачивался, а Станиславский обоими руками затыкал себе рот. Очень странно все это выглядело, как-то очень, на мой взгляд, неравновешенно и несбалансировано. Начал Хабиров свое пространное в этот раз вступление с мажорной нотой о том, что ему очень нравится индекс промышленного производства Республики Башкортостан, и несмотря на то, что он упал на 3%, он все равно очень нравится Хабирову. И он сказал, что у него по этому поводу очень серьезный оптимизм, и то, что Республика начинает потихоньку вставать с колен. Вот в таких выражениях он же выписал «Промышленность Республики», при этом отметив, что, например, снизилось потребление мебели, но этот факт Хабиров объясняет тем, что все нормально, просто статистика недорабатывает. Вот как это расценивать? Честно говоря, очень многие обратили внимание на эту фразу. То есть, когда у нас что-нибудь плохо, на самом деле это хорошо, просто статистика недорабатывает. Вообще, со статистикой на этом совещании было связано очень многое, и мы это обязательно обсудим. Далее Хабиров бегло пробежался по успехам народного хозяйства Республики. Он сообщил, что на 4% выросло производство в сельском хозяйстве, и это не предел, как он выразился. Ввод жилья тоже очень порадовал ради Хабирова. За 10 месяцев, по которым подведены итоги, на 11% вырос ввод жилья. Так что я от себя добавлю, непонятно, чем недовольны у нас обманутые дольщики. У нас на 11% увеличилось жилищное строительство. Инвестиции, как выразился Хабиров, у нас опять есть. То есть, плюс 4% за истекшие 10 месяцев 2020 года, несмотря на то, что за первые 6 месяцев было плюс 8%. Но, как говорится, опять есть. Далее Хабиров рассыпался в благодарностях Алану Морзаеву за то, как он умело подготовил поездку в Москву на транспортный форум. А на этом самом транспортном форуме Хабиров встретился с руководством РЖД и договорился о том, что будет продолжаться и когда-нибудь завершиться реконструкция железнодорожного вокзала Уфы. Мы, признаться, уже забыли, когда же началась эта реконструкция. Такое ощущение, что она идет столь медленными темпами, что вокзал успевает заново подразвалиться и его снова начинают реконструировать. По-моему, еще при Муртазе Губайдуловиче началась эта реконструкция, ремонт железнодорожного вокзала. Потом героически его ремонтировал Рустем Закиевич. И вот теперь снова пришедший Ради Фаритович опять ремонтирует железнодорожный вокзал. Ну, в общем, конечно, комментарии здесь, наверное, излишни. В завершение своего восторженного спича о транспортном форуме Хабиров отметил, что Республика Башкортостан, благодаря опять тому же самому Алану Морзаеву, вошла в лидеры дорожного строительства. Вот тут, честно говоря, некое лукавство есть в этом заявлении. Дело в том, что в лидеры дорожного строительства Республика Башкортостан вошла исключительно, благодаря абсолютно титанической цифре государственных федеральных денег, которые тратятся и будут потрачены на восточный выезд. Это разовая выплата и разовое вложение, оно перевесило многие регионы в том смысле, что там, ну, там какие-то десятки миллиардов рублей на один объект. Соответственно, конечно, статистика качнулась в нашу пользу. Хабиров вновь подтвердил, что последняя надежда на развитие Уфы – это празднование 450-летия ее основания. Ради Фаритович с нетерпением ждет, когда Путин подпишет указ о праздновании этого юбилея города Уфы. Неизвестно, на самом деле, подпишет ли его Путин, считает ли он это важной датой. Но Хабиров подчеркнул, что больше не на что надеяться, только вот на этот праздник. И тогда нам, может быть, дадут деньги на какие-нибудь фонарики, газоны и даже на асфальт во дворах или еще где-нибудь даже на проспекте. Отдельно Ради Фаритович во своем вступлении остановился на безобразной ситуации в городе Салавате. Он в выходные там побывал, остался очень недоволен тем, как строят набережную. Набережная реки Белый почему-то в мороз и в холод продолжает строиться в плане земляных работ и бетонирования чего-то. И Хабиров обратил на это внимание, очень шумел. Потом он еще на этом совещании неоднократно возвращался к этому событию. У нас есть небольшой фрагмент записи того, что произошло там вот в Салавате. Хабиров там всех во всем обвинил и, повторюсь, многократно возвращался к этой обидной истории. Что вы здесь натворили, это такое безобразие. Я и главе это скажу, и вашему министру скажу. Это безобразие, и денег вам давать больше не хочется на это. Значит, сопли жевали здесь все это лето. Значит, температура, блин, минус 20, вы тут начинаете, значит, работы осваивать. Вы тут ни хрена ничего не освоили. Вот остановите эту стройку, деньги забрать, и пусть что хотят делают. Безобразие, потому что не работаете ни с подрядчиками, ни нормальной, ни конкурсной процедуры не готовите. Это вы во всем виноваты, понимаете? Там еще растянули на 2 года, значит, это на 3 года растяните. Значит, абсолютно не приспособленный к нашей республике вариант. Я, Адрагина, абсолютно согласен. Но сделали как что-то, мозги-то иметь надо. Дождь пошел, что будете делать? Летом, что ли, только это будет? Продолжает оставаться центральным вопросом вопрос пандемии COVID-19. И первым докладчиком на оперативке был Максим Васильевич Забелин, который поведал нам о том, что растет число заболевших в республике Башкортостан. За истекшие сутки, последние сутки, перед докладом 130 человек заболело COVID-19. Всего в республике 13 318 человек подхватило эту заразу. 394 человека, по словам Забелина, сейчас находятся в стационарах с этой инфекцией. О количестве умерших от COVID-19 Максим Васильевич в этот раз умолчал. Ну, в общем-то, стандартный набор цифр, к которому Забелин добавил сообщение о том, что в системе скорой помощи нет напряженности, дословно так сказал Забелин. То есть он опровергает все вот эти лживые высказывания населения о том, что скорая помощь может не приехать и сутки, или вообще не приехать, или то, что помощь оказывается там по телефону, и врачи не приезжают. В общем, Забелин считает, что все это вы врете, и с скорой помощью нет напряженности. Вообще, Забелин действительно перешел от искажения цифр к просто умолчиванию, и в этот раз он умолчал о том, что в одной из центральных больниц республики Башкортостан, в одной из крупнейших больниц Роспотребнадзор выявил 1414 случаев заболевания COVID-19, которые не были зарегистрированы должным образом. Лечебное учреждение оштрафовано на 200 тысяч рублей, и все. То есть за то, что были сокрыты почти полторы тысячи случаев заболевания опасной болезнью, что привело к ее бесконтрольному распространению, как утверждает Роспотребнадзор, за это полагается 200 тысяч, и даже не на виновников, а в общем на больницу. Вот такая у нас мера ответственности за, на мой взгляд, серьезнейшее упущение. Я не знаю, будет ли рекомендовать Хабиров Забелину застрелиться в этой ситуации. Вообще стоило бы, пожалуй, потому что Хабиров рекомендует руководителям стреляться, тогда, когда его подчиненные или в его хозяйстве допускают такое ужасное нарушение по профессиональной линии. Что может быть ужаснее, чем вот подобная история в больнице республики, я не знаю. Судя по всему, сам Хабиров не знал про эту историю с тем, как подчиненных Забелина поймали за руку. Я нисколько не сомневаюсь, что подобное сокрытие фактов заражения COVID-19 происходит исключительно сведомо вышестоящего начальства и в целом Минздрава, потому что ни один здравомыслящий врач, а врачи в основном люди здравомыслящие, не будет этого делать, не согласовав это с начальством. Хотя бы потому, что ему просто это не нужно. Выслушав доклад Забелина, Хабиров охарактеризовал ситуацию с COVID-19 следующим образом, процитирую дословно. «Все стабильно, и система здравоохранения Республики Башкортостан успешно отражает атаку вируса». Конец цитаты. Но уже не смешно, если честно, и подобная реляция мы слышим с ложей рядом, уже перестаем на них обращать внимание. Сразу же вслед за этим Ради Хабиров метнул здоровенный камень в огород Ленара Хакимовна Ивановой, который давным-давно уже отсутствует на оперативках, и про которую поговаривают, что она покидает нас сразу же после Нового года, получив все полагающиеся ей премии. В частности, Хабиров сказал, что несмотря на то, что граждане возрастом 65+, уже третью неделю на самоизоляции, снижение смертности в категории граждан 65+, только на 2%. И это говорит о том, что деятельность Министерства труда и социальной защиты неэффективна. Конец цитаты. Вообще, Ради Фаридович в последнее время все чаще и чаще выявляет противоречия в собственной логике, либо в действиях своего же собственного правительства. И это радует, потому что эти противоречия, на самом деле, ну, я надеюсь, наведут его на мысль о том, что в консерватории не все в порядке. Продолжая темы заботы о стариках и попытках правительства уберечь их от заражения, Хабиров заговорил о том, что штрафовать стариков необходимо за нарушение вот этого вот домашнего режима пребывания. При этом Хабиров сказал, что он против того, чтобы штрафовать пожилых людей, но потом они скажут нам спасибо. Конец цитаты. Вот эта фраза тоже вызвала бурное обсуждение общественности. Непонятно, за что скажут пенсионеры Хабирову спасибо. За то, что они не смогли сходить в магазин, либо за то, что они не побывали там, значит, на почте в пенсионном фонде или в поликлинике, я не знаю. Но Хабиров свято верит в то, что в любом случае, что бы он ни делал, его за это будут потом благодарить. Завершили ковидный вопрос оперативки обзором ситуации, сложившейся в вновь созданном ситуационном центре по ковид-19 республики Башкортостан. Напомню, что ровно неделю назад в Уфе, в Башкирии, в Конгресс-холле был открыт так называемый ситуационный центр. Возглавила его депутат Государственного собрания Римма Амировна Утяшева, в прошлом врач, ну, собственно, и в настоящем, наверное, тоже врач. И вот этот ситуационный центр был призван решить проблему коммуникации людей, испытывающих проблемы с этим заболеванием, с медицинским учреждением и вообще хоть с кем-нибудь, потому что причиной создания этого центра было то, что люди никуда не могут дозвониться. Включившись по интернету в совещание, Римма Амировна сообщила нам, что ежедневно в ситуационном центре работает 60 операторов и экспертов, всего в штате около 200 человек, центр работает 12 часов в сутки с 8 утра до 8 вечера, и за 7 дней в центр поступило 5600 звонков. Вот на этой цифре нужно остановиться отдельно. Несложно посчитать, что за неделю в этом ситуационном центре случилось 5040 человека-часов работы операторов и экспертов. И эти 5040 человека-часов пришлись на 5600 звонков. Чуть более одного звонка в час принимает человек на телефоне в ситуационном центре. Ну, вообще это куда? Зачем? То есть, естественно, что разговор с оператором длится несколько минут. Где эффективность государственных затрат? И кто вообще рассчитывал и подсчитывал всю эту историю? 11 небольших звонков в час. То есть, условно говоря, это не более трех звонков за два часа. Не более, а на самом деле менее. Зачем нам это все нужно? Ну, в общем, тут очевидно, что прав был Андрей Геннадьевич Назаров, который посетил этот центр, послушал, что там творится, и даже туда позвонил и резюмировал работу этого ситуационного центра примерно так. «Еще учиться и учиться работать». Конец цитаты. Ну, я согласен. Неумение конструировать, прогнозировать и создавать вот эти управленческие структуры ведет исключительно всегда к раздутию штатов, к совершенно необоснованному увеличению количества работников зарплат, техники и затрат. За все это, кстати говоря, платим мы. Потому что это никакой не волонтерский центр. Люди там получают зарплату. Я полагаю, что приличную зарплату. Соответственно, вот на фоне нынешней пандемии безработицы кому-то очень сильно повезло. А мы за все это рассчитываемся. Далее перешли к обзору транспортных ситуаций, ситуаций на дорогах и чрезвычайным происшествиям. Первым докладчиком был Борис Владимирович Беляев, который сообщил, что ведомство его ЖКХ работает в штатном режиме, что ситуации с отключением ресурсов, которые повлекли бы за собой последствия для граждан, не случилось на истекшей неделе. Собираемость платежей в республике по ЖКХ 95,6%, и она снизилась на 1%. То есть за последнее время каждая сотая квартира в республике Башкортостан перестала платить за жилищно-коммунальные услуги. Это, конечно, тревожный сигнал. Однако Борис Владимирович ожидает, что в декабре граждане традиционно вспомнят о своих долгах и, наконец, перечислят денежку ему, Борису Владимировичу, за коммунальные услуги. Не знаю, откликнутся нынче граждане в этом декабре на подобные призывы и позывы, но поживем-увидим. Далее выступал Алан Викторович Морзаев, новоиспеченный министр транспорта и дорожного строительства республики Башкортостан. Новоиспеченный в том смысле, что он совсем недавно стал министром, но уже достаточно давно руководит этой отраслью. И вот именно на этом совещании 23 ноября Алан Викторович был вынужден сообщить, что у него, цитирую, не удалось удержать число погибших на уровне 400 человек. Точь-в-точь, как я и предсказывал, именно в диапазоне 23-25 ноября Алан Викторович достиг этого печального рубежа. 404 человека в общей сложности уже погибло на дорогах республики Башкортостан в 2020 году, и эта цифра растет. С печалью в голосе, сообщив о том, что у него ничего не получилось, Алан Викторович, впрочем, ухватился за спасительную Соломинку и сообщил Радио Фаритовичу о том, что, согласно целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» для республики Башкортостан установлен потолок погибших на дорогах в 2020 году – 442 человека. Однако я могу с уверенностью утверждать, что Алан Викторович не выполнит и этого показателя, тем самым уже грубо нарушив задание Федерального центра в плане национальных проектов. Дело в том, что мои прогнозы – это вовсе не астрологические предсказания, а это прогнозы, построенные на математических моделях, на расчетах того, как может быть и какова статистика в этом году, в прошлом году, как это накладывается одно на другое и что мы будем иметь. Так вот, я утверждаю, что Алан Викторович к концу года достигнет рубежа 450 или более погибших на дорогах, тем самым не выполнив показатель нацпроекта. Дело в том, что вот сейчас, в 2020 году, мы прожили уже 46,5 недель и имеем показатель 8,68 человека в неделю по погибшим на дорогах. В оставшиеся 5,5 недель погибнет 47-48 человек. То есть 2020 год у нас завершится цифра 450 или более погибших. Дело в том, что математика – это такая штука, Алан Викторович, с которой спорить почти бесполезно. Ну, можно ей, значит, быть недовольным, можно там еще к чему-то апеллировать, но спорить с ней точно нельзя. И этот прогноз 450 плюс по 2020 году, еще при условии, что вот в оставшееся время не случится какой-нибудь, не дай бог, массовой аварии, уносящей многие жизни и выбивающей неделю или месяц из статистической стабильности. Наши зрители, подписчики и участники сетевых дискуссий уже предложили Алану Викторовичу ряд рецептов, как все-таки добиться целевых показателей. Многие говорили, что нужно перестать, например, учитывать погибших и нагородних или учитывать только 65 плюс, или еще по каким-нибудь, значит, признакам разделить погибших и остальных не считать погибшими. Ну, это, конечно, такие злые черные шутки, но на самом деле по травматизму и смертности на дорогах у нас в Башкирии не до шуток. Мы помним, как Хабиров грозил Морзаеву всеми, значит, небесными карами. Он говорил о том, что если вы не достигнете показателей в 400 человек погибших на дорогах, то прольется чья-то кровь, и эта дословная цитата, в общем, сильно-сильно грозил Хабиров. И вот случилось то, что случилось, показатель не был достигнут, и как же среагировал дорогой Радифоридович на это все? Да очень мягонько среагировал. Я процитирую дословно. Ваша команда оказалась не в состоянии выполнить мое поручение. Я настаиваю, что оно было обосновано. Есть повод задуматься. Надеюсь, что задача в рамках нас проекта будет выполнена. Тут я делаю ремарку. Ой-ли, ой-ли. Далее Хабиров продолжил. Я постараюсь дать вам еще один шанс. Я переношу это задание на следующий год. Вот здесь, конечно, ситуацию далее спас звукорежиссер трансляции, потому что очевидно, что остальные министры вскричали, захлопали по столам и себя по лбам, восклицая, а что так можно было? Оказывается, можно не исполнять поручения руководителя республики, а он вам их перенесет на следующий год. Можно было, значит, не платить зарплаты бюджетникам, можно было не асфальтировать дороги, не ремонтировать дворы, а он вам потом на следующий год это все перенесет. Короче, все лохи, кроме Алана Викторовича. Алан Викторович, похоже, об этом знал. Однако на этом тему не свернули, и Радий Фаритович в присущей себе задумчивости начал рассуждать вообще о причинах травматизма, как с этим справляться, как не допустить. Процитирую еще немножко Хабирова. Убиваются не потому, что дорога плохая, а потому, что нет мозгов в нетрезвом наркотическом состоянии и так далее. Конец цитаты. Ну, тут я бы поспорил, Радий Фаритович, только 2% дорожно-транспортных происшествий в республике Башкортостан случаются с участием нетрезвых водителей. Если следовать логике Хабирова, то остальные были трезвыми, но без мозгов. Почему-то Радий Фаритович не допускает, что наезды на опоры, наезды на пешеходов и прочие, значит, события, которые в основном происходят в ночное время суток, например, случаются, потому что дороги не освещены. Машины слетают с дорог и улетают в кюветы, например, потому что дороги испещрены страшными колдобинами, особенно в сельской местности. Об этом почему-то не говорится. А вот отсутствие мозгов Радий Фаритович предположил мгновенно. Продолжая тему недопустимости управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, Хабиров договорился до того, что он считает целесообразным изымать транспортное средство в наказание за то, что человек управляет им в нетрезвом состоянии. Хабиров поручил всем, кому только можно было и до кого только дотянулся, срочным образом инициировать законодательную инициативу через Курултай о том, чтобы отнимали автомобили и транспортные средства у тех водителей, которые управляют ими в нетрезвом состоянии. Но тут на самом деле Радию Фаритовичу ходить далеко не нужно было, и надо было сразу же изъять, например, автомобиль у господина Ахмадинурова. Для показательности, для того, чтобы стать настоящим башкирским ликванью, начать со своих друзей. Действительно, проблема управления автомобилями в нетрезвом состоянии со стороны вот этой вот группы своих, которые все-таки окружают плотным кольцом ради Фаритовича, пожалуй, что стоит остро. И здесь уже есть готовые, на самом деле, решения. Например, в Советском Союзе существовали такие специальные права, которые разрешали нарушать правила дорожного движения, и которые запрещали останавливать и контролировать этих водителей со стороны ГИБДД или ГАИ в то время. Вот такие вот права, наверное, Радию Фаритовичу можно начинать раздавать всем своим, дабы избежать вот этого казуса, когда они же потом и будут лишаться автотранспортных средств. Вообще, это, конечно, шутки шутками, но тут в очередной раз мы наблюдаем о том, что Хабиров, конечно же, юрист, но вопросы конфискации имущества, вопросы каких-то вот этих вот карательных мер и их усиления, они постоянно превалируют у него в сознании над какими-то иными юридическими мерами, которые можно предпринимать, добиваясь своих целей. Но ужесточение мер не может быть бесконечным. Что дальше? Заложники. Давайте будем брать в заложники детей у тех, кто ездит на автомобилях, чтобы они не пили. Или расстрелы на месте. Ну, давайте раздадим наганы волонтерам Ахмадинуровой, они будут отстреливать нетрезвых водителей. Ну, это все какая-то фантасмагория на самом деле. Но, к сожалению, только карательные меры приходят на ум дорогому Радио Фаритовичу, когда он пытается решить какую-нибудь проблему. Очень показательно то, как Хабиров стал перечислять меры, которые он считает необходимыми для снижения смертности на дороге. Дело в том, что вот на первом месте Хабиров назвал увеличение количества камер. А вот качество дорожного полотна у него стоит только на четвертом месте. И вот это совершенно четко иллюстрирует то, как Хабиров понимает борьбу за снижение травматичности и смертности на дорогах республики. Ну и традиционно обращаюсь к нашим подписчикам. Ставьте лайки, репостите наше видео, помогайте каналу материально. Мы всем вам безумно благодарны. И в последнее время эта активность нарастает. Не сбавляйте, лайкайте, расшаривайте, помогайте каналу. Завершил оперативное совещание ради Хабиров и вовсе каким-то странным выступлением на тему промышленного патриотизма. Он не первый раз говорит на эту тему. И термин этот сводится к тому, что внутри республики нужно покупать то, что делается внутри республики. Ну, весьма примитивный подход, на самом деле, к стимулированию производства. Ну, как говорится, какой есть. Но в этот раз Хабиров превзошел сам себя. По сути, он явился неким мерчендайзером, рекламным агентом одного-единственного производства. Я имею в виду производство светильников в городе Ишимбая. Столь трогательная забота о предприятии, которое находится там, где родился руководитель республики, ну, ничем иным, как каким-то местечковым патриотизмом, я объяснить не могу. Я нисколько не подозреваю ради Фаритовича в том, что он в доле там в этом предприятии. Хотя за подобную рекламу, конечно, хозяева этого производства должны как-то отблагодарить руководителя республики. Хабиров все время снова и снова возвращался к тому, в своей речи, к тому, что никто не хочет покупать вот эти ишимбайские светильники. В Дертюлях светильники из Санкт-Петербурга, значит, в других городах тоже, значит, из Санкт-Петербурга, из Самары и так далее, и так далее. Плитку тоже упомянул Хабиров, и ее тоже не хотят покупать, хотя он и говорился, что она у нас дерьмового качества, но все равно можно было бы купить и проявить промышленный патриотизм. В общем, эта речь была чрезвычайно спутана, но все время сводилась к ишимбайским светильникам. Правда, Хабиров строго объяснил, что, например, в Ишимбая вот этот промышленный патриотизм можно игнорировать, потому что там у них масштабная работа, и потому там можно покупать вот эти компоненты, которые произведены за пределами республики Башкортостан. Но в других районах не ни. В частности, например, он очень ругал Кумертау, которая поступила не по-товарищески, закупив светильники, не пойми где, в Российской Федерации. Договорился Хабиров до того, что он вскричал, что вот не хотите наше брать, тогда деньги отдам ишимбаю, сказал Хабиров, но тут же понял, что немножко перебрал. И тут действительно звучало это очень нехорошо, и как-то однообразно. Вообще очень много кто нуждается, на самом деле, в деньгах, кроме ишимбая, родного радио Фаритовича. Ну, например, вот США, Сидиакин, последнее время атаковал суды города Уфы в попытке отсудить хоть какую-нибудь копеечку у людей, организаций. Судя по всему, у него дела очень плохо идут, и выручка в бутике, видимо, никакая. Вот можно обратить внимание на США. Радь Фаритович, дайте им немножко денег, а не только ишимбаю. Но это я шучу, конечно, но да ладно. Иногда мне кажется, что Хабиров так люто ненавидит Уфу, что вот ему дай волю, он, например, и столицу в Ишимбай перенесет. Ну, не знаю, может быть, это мне кажется. Под занавес Хабиров опять вспомнил про ишимбайские светильники и дал указание Константину Шагамуратову проконтролировать закупку светильников в парке Кашкадан. Но тут же оговорился, что только светильников. Ничего, больше другого там проверять не надо. Вот это звучало очень странно и как-то настораживало. А что там, другие закупки абсолютно в порядке? Или ради Хабиров знает про них что-то, что не надо знать нам? Ну, в общем, Шагамуратову было поручено проверить только светильники и ничего более в Кашкадане. Закончил свою речь о закупках. Хабиров и вовсе странным заявлением. Он рассказал о том, что он пообщался с каким-то мудрым предпринимателем, вот буквально на медне. И этот мудрый предприниматель, фамилию которого Хабиров не назвал, объяснил ему, почему муниципалитеты и вообще там государственные органы закупают всевозможные предметы и услуги где-то издалека. Этот мудрый предприниматель полагает, что так проще получать откаты. И Хабиров теперь сообщил, что он знает эту технологию и пригрозил главам районов проверять на предмет вот этого принципа отката издалека все закупки. А для этого Хабиров включил в процесс закупок свое собственное контрольное управление. Контрольное ревизионное управление теперь будет визировать закупки муниципалитетов по принципу у своих купили или не у своих. Ну, я бы рекомендовал, конечно, всем муниципалитетам, чтобы в таблице закупок все время стояло шимбай, шимбай, шимбай. Тогда эта виза будет получена. А вот с точки зрения законности тут, конечно, большие вопросы. А федеральное законодательство о закупках и тендерах вообще подразумевает участие контрольное ревизионное управление главы региона в этом процессе? Я лично не уверен. Из прочих новостей, случившихся за прошедшие три дня, я бы выделил две федеральные новости. Первая о том, что фонд Дом РФ попал под программу сокращения институтов развития и сольется теперь с фондом реформирования ЖКХ, по сути, перестав существовать. Чем это грозит? Ну, как минимум тем, что новая структура, безусловно, не воспримет автоматически все решения старой структуры, то есть вот эти все наблюдательные советы Дом РФ и решения, принятые на этих наблюдательных советах, особенно в последнее время, видимо, будут нивелированы, и проблемы будут рассматривать как минимум заново, а может быть и вообще не будут рассматривать. Может быть, изменятся совсем подходы и принципы решений, потому что там же будут новые начальники, новая метла. В общем, это очень тревожная новость для тех, кто возлагал надежды на достраивание вот этих вот проблемных домов, обманутых дольщиков. Судя по всему, процесс очень сильно удлинится, да и дом РФ этот в последнее время очевидно лежал на боку, не получая должного финансирования и не имея никакой эффективности в открытом пространстве. В недавнем прошлом, несколько дней назад, Владимир Путин упразднил несколько ведомств федеральных и в том числе агентства по печати. Теперь становится непонятно, что же будет на уровне регионов. Я имею в виду ведомство господина Ульчева. Будет ли оно сокращено, сольется ли оно с Минцифрой, тоже непонятно, но что-то, наверное, какая-то реконструкция ждет наше правительство в этой части. Ну и теперь обещанное уточнение по той сенсационной новости, которая была в отношении коэффициента на отопление по республике Башкортостан. На самом деле, неточности, которые я допустил в минувшую субботу, были связаны с тем, что, я повторюсь, мы давали эту новость буквально с колес, с листа. А теперь стало многое понятно. Я очень благодарен нашим корреспондентам, абонентам, нашим подписчикам за то, что они вот так тут активно и очень внимательно и серьезно прокомментировали это все, указали на неточности. Я благодарен, в частности, Степану, не буду называть его фамилию, который вот четко сформулировал те изъяны, которые были в этой новости. В частности, согласно документам, второй абзац 479-го постановления был введен, на самом деле, 596-м постановлением уже в сентябре 2019-го года. Я имею в виду вот этот вопрос коэффициента 1,5. И поэтому в Башкирии, в домах, не оборудованных отдельными счетчиками тепловой энергии, год платили за тепло с завышением в 12,8-х в полтора раза тарифом. Постановление 596 от 30 сентября 2019-го года оказывается, подписывал уже Хабиров. Хамитов здесь оказался ни при чем. Я не склонен считать Рустема Закиевича безгрешным и светлым персонажем, но в данном случае мы его обвинили, в общем-то, наверное, напрасно. Хотя, с другой стороны, постановление готовило еще его правительство. В общем, задумка это была, конечно, Хамитова. Постановление 669 от 30 октября уже 2020-го года, которое подписал Андрей Назаров, отменяет действие второго абзаца, который ввел уже Хабиров. Вот, собственно, то уточнение, которое я хотел сделать. Ну, здесь, наверное, по сути и по существу ничего не меняется. Единственное, конечно, что важнейшим уточнением является, что вся эта история с завышением коэффициента, она касается только тех домов, в которых не стоят индивидуальные счетчики тепла. Собственно, этих домов, на самом деле, в Башкирии очень много, и история эта касается многих. Также юристы прокомментировали мне, что теперь граждане на основании вот этого решения прокуратуры и изменений, которые внес Андрей Назаров своим указом 669, на основании всего этого граждане вправе обратиться за возмещением тех переплат, которые с ними случились за этот период. То есть почти год, то есть 13 месяцев, люди переплачивали по коэффициенту 1,5 за тепло, и основываясь вот на этих документах, можно, наверное, писать уже какие-то претензии в области возмещения этих затрат в адрес ресурсоснабжающих организаций. Я не знаю, как это будет развиваться, но было бы забавно, наверное, посмотреть, каким образом Баш РТС и другие поставщики тепловой энергии будут отбиваться от тысяч желающих возместить свои расходы. У многих эта переплата, кстати, была весьма солидной. Кое-кто уже посчитал, что он переплатил там кто 50, кто 60, а кто и 100 тысяч рублей. То есть достаточно много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова